Приветствую вас. Я думаю, что вот если анализировать чисто ваш текст, то мне представляется, что корнем проблемы вашей являются те чувства, может быть, те ваши желания, может быть, которые были на момент того, когда вы влюбились в человека. По факту. То есть то, что вас тогда волновало, именно тогда. Вы именно это, то, что вас тогда волновало, перенесли на своего... на свой объект. На свой объект влюбленности. Вот. Это могли быть и, как правило, являются какие-то потребности. Там потребность в любви, потребность, вот как сказала моя коллега Марины Голикова, потребность в обыгрывании какой-то роли. Вот. Может быть, вы боялись чего-то, что-то и так далее. Вот. Но в силу ряда причин, да, эти потребности не нашли выхода, не нашли какой-то реализации, да, они, ну, в общем, остались. Как бы. Вот. Тем более, что шли годы, вы встречались какое-то время, вы привыкли себя сдерживать. Вот. Вот. Вы привыкли себя сдерживать. И, соответственно, эти чувства вы подавили. Ой. С другими мужчинами, в том числе и... Значит, сейчас я хотел бы подтвердить... Так. Да. В том числе и через ребенка. Ну, может быть, не через ребенка, а с помощью ребенка. Вы свои желания вот те самые реализовать все-таки не смогли, потому что, ну, по гестальту, опять же, как сказал моя коллега, коллега тут момент такой, что... Другой человек, это же другие чувства, а, и другие желания, а тот человек именно, именно те чувства, именно те желания. Вот. Так мне видится, да, так мне видится ваша ситуация. То есть, конечно, хотелось бы, ам... поработать с вами над тем, чтобы вспомнить, выразить, высказать, может быть, вот те эмоции, те самые эмоции, которые у вас тогда, в то время были. Хотелось, хотелось бы, конечно, это сделать, потому что, ну, это базовая история, это базовый момент. Сridgeон. Вот, вот. Ну, то, что вы, ха, ааа. Хотели вы... вы… вы... выразить. То, что вы хотели выразить ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ, самой стало бы понятнее, что вы хотели, что вам было нужно и так далее, глядишь, глядишь и потребность в этом человеке, она у вас стала бы меньше. Это вот то, что по влюблённости и по тому, что вы чувствуете, вот как вы пишете, да, что больше стало понимать, что мне не хватает этого человека, да, то есть вот это, наверное, самый вообще ключевой момент, что вам именно его не хватает, то есть вы не хотите делать его счастливым, вы не хотите сделать что-то для него, а именно вам его не хватает по какой-либо причине, то есть если вам не хватает кого-то, вам не хватает кого-то, то ну это вопрос в первую очередь к вам, да, то есть это вопрос именно к вам, чего вам не хватает, что вам не хватает, чего вам там, к примеру, ну недостаточно, вот, то есть что вы нуждает, нуждались или не хватает, вот, значит, дальше, а мне кажется, что у вас нет таких достаточно чётких личных границ, потому что вы склонны, вы склонны делиться своими, ну делиться своей жизнью с подругами, да, то есть тут опять же, как бы, не то, чтобы это прямо плохо, не то, чтобы это прямо плохо, вот, но мне вот почему-то кажется, что, ну, лучше было бы, если бы этого не было, возможно, то есть чтобы вы не прислушивались к подруге, да, чтобы вы сами, вот сами, решали для себя, как вам поступать, вот, а дальше, значит, ну, соответственно, то, что вы не забыли, это понятно, почему, да, по всей той же причине, вот, далее вы пишите, сейчас мне уже чуть больше тридцати лет, а я всё помню его, как тогда, это нет смысла, это желание, отношения были несколько, есть ребёнок, то есть жизнь не прекратилась, ну вот, эм, что вы складывали в эти отношения, то есть вам, к примеру, там, не знаю, хотелось, чего-то, к примеру, вам Вы какое значение вообще предавали, предаёте мужчинам в своей жизни. Вы говорите, что ребёнок у вас есть. Вопрос у меня к вам опять же такой, а ребёнок вам зачем? Да? То есть, ну, для чего ребёнок вам нужен? Каким вы его значением наделяете ребёнку? Дальше. Так, значит, я всем парням рассказывал о нём зачем, если честно, уже самучил своих друзей и мужчин, с которыми были отношения. А до чего вы рассказываете? Ну, вы же понимаете, что вряд ли это самая приятная тема. Вот. Дальше. В прошлом году решил, что надо с этим что-то делать, начала активно искать, а также искал на безрезультатно. Мы в моей поиске не этот раз вывели меня на его родного брата. Самого парня нет нигде. Я поделилась своей историей. Он о том мне сказал, что номер мне его не даст, адрес тоже. Сразу негативно отнес ко мне с недоверием. Слушайте, ну, здесь из области предположений. Мне кажется, что Марина Голикова ответила вам более чем подробно. Совершенно очевидно, что этот человек, в силу того, что вы пишете, что он не очень смелый, да, он, ну, совершенно очевидно находится под каким-то управлением, может быть, своей семьей, да, то есть они его там пристроили куда-то и где-то, и не хотят, чтобы вы вносили, раздраив их четкий план, который они приготовили для мужчины. А сам мужчина, он, видимо, не настолько самостоятельный, да, вот. Чтобы, значит, ну, самостоятельно что-то делать. Вот. То есть не настолько самостоятельный, чтобы принимать решение, да, что он, опять же, как сказала моя коллега, он зависит как бы от своих родных. К сожалению, вот. Это, опять же, вопрос к вам по поводу того, что вы его идеализируете. Вообще, очень интересно, что описывает такие важные моменты, как любовь, влюблённость, да, то, что вы думаете о нём, ну, вот, как бы, думаете о нём, о нём постоянно. Забавно, что вы ничего не рассказали про него, то есть про то, какие чувства он вас вызывает, про то, чем он вас привлёк, про то, чего вам не хватает в его контексте. То есть об этом всём вы вообще не говорите. И у меня воля-неволей возникает вопрос, так, может быть, вам, может быть, вам просто поистеливать свои чувства, выразить свои чувства для начала. Потому что, вот, ничего нет, вы не описываете из того, что касается лично вас. Вот. Значит, так, начну по поводу того, что вы, значит, пересказываете ваш диалог. Вот. Значит, как вы считаете, на самом деле он передал номер? Нет, он номер не передал. Тогда почему-то он решает за него лезть, кому в его жизни нет. Потому что между людьми нет личной границы, в семье не принято уважать друг друга, в семье не принято доверять друг другу, а значит, и самим себе. Вот. Дальше, значит, или передал, и будет, может, не передал. Ну, вы знаете, если передал, он бы вам скажет, когда я всего позвонил, молодой человек, поэтому нет. А этот человек не хочет общения, тот человек не хочет общения со мной. У того человека нет какого-либо основания не хотеть с вами общения. Никак. Тогда почему, так и не всегда, дадим скрывать, нет, это вы уже сами придумываете себе. Теперь сейчас еще хуже, чем до поиска, полное неизвестно, что-то там произошло. Я полагаю, что вам необходимо работать именно со своими чувствами и переживаниями и самостоятельно принимать решения относительно своей жизни, да. То есть, ни в коем случае не ориентироваться на других людей. А вы ориентируйтесь на других. На свою сестру, простите, подругу, на мужчин, который вы рассказываете про этого человека, возможно, на ребенка своего же. Вот. Вам нужно самостоятельно принимать решения, самостоятельно определяться как с позиции, так и со стратегией жизненной. Вот. Потому что почти всегда, когда вы будете полагаться на других людей, будет неопределенность. И тут выручит и спасет только ваша собственная стратегия, ваша собственная позиция, система ценностей и системы ориентиров, жизненных ориентиров. Дальше. Как вы считаете, у меня психологическая проблема. Да, у меня психологическая проблема, а болезнь мне речи не идет. Так. Значит, меня очень беспокоит проблема. Я чувствую, что изложу из себя своих друзей, которые все это случаются, понимаете, ничем помочь не могут. Ну, опять же, здесь у меня вопрос к вам, насколько и как, точнее, как вы управляете своими, управляете своими чувствами. Да, то есть вот у вас есть чувства, к примеру. А вы их как-то выражаете, свои чувства. Вот как вы их выражаете, свои чувства. Что вы делаете, к примеру, да, то есть вот, ну, что значит, что значит, я чувствую, что, там, все это слушают и, да, что они ничем помочь не могут. То есть если вы чувствуете, что они случаются, если вы чувствуете, что это уже переходит в какие-то границы, да, почему ничего не меняет, то есть для чего вы все это говорите. Опять же, говорить, говорим, да, высказывать то, что хочется. Это как бы замена. То есть вы по сути сублимируете через речь. Ну, то, что, вот, то, что вы чувствуете, это ведет вас, к сожалению, это ведет вас в полное никуда вообще. Потому что, ну, из этого ничего хорошего не получится. Вот, понимаю, что взрослый человек, пишите вы, но ситуация сильнее меня. Так, вот, а, так, а, тогда ты смещён можешь Вашли, то ночью, когда ты мне сем게 появляется снибудь, что ты делаешь, я буду, что ты делаешь. Ну, вот можно через сны с вами поработать в русле толкования снов и в русле their analitics. Если вам тяжело будет, допустим, если вам тяжело высказывать свои мысли и чувства, так, если вы не сможете должным образом отреагировать на работу с чувствами, да, то через сны можно будет с вами поработать. Вот. В целом, так вот, вердикт тот же, обращайтесь к любому психологу, который вам будет по душе и начинаете работать с ним по той проблеме, которую вы описали. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится либо благодаря вам, либо благодаря вам и специалисту, которому вы обратитесь.